Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Гараж24. Сегодня мы продолжаем свои эксперименты. Эксперименты мы сегодня будем проводить. Кто забыл, напоминаю, вот таким вот маркером. Сегодня мы будем бороться с царапинами на пластике автомобиля. Пластик мы выбрали царапину, это будет бампер. И сегодня мы для вас поменяли даже автомобиль. Мы взяли ярче цвет, потому что предыдущий автомобиль был очень темным. И плохо было видно на камеру, как маркер борется и как у него получается прикольно заделывать эти царапины. Сегодня я прошу внимания вашего на вот этот вот автомобиль. Мы вот выбрали уже место, где мы будем сегодня работать. Вот смотрите, вот эту конечно царапину уже мы не исправим, но мы вот возьмем немножко ниже. То есть есть у нас вот царапины такие, вот царапина. И сегодня мы попробуем вот этим вот маркером загладить вот эти вот царапины. Вот эту царапину уже смысла нету, это уже реально ремонт нужен. Но сегодня мы с вами попробуем разобраться вот с этими проблемами. Так, ну что друзья, начинаем. Первым делом это конечно, кто забыл, берем тряпку и просто все протираем, чтобы было видно хорошо царапину и чтобы пыли было минимум. Потому что маркер на пыль не будет он в общем держать. Все вытираем, подготавливаем. Какой тряпка, это уже вам решать. Я беру тряпку типа мочалки. Все в принципе я подготовил. Сейчас посмотрю, что там с маркером. Ну в принципе он готов к работе, он по-прежнему мокрый. И теперь я беру и наношу. То есть наносить нужно вот острой частью по царапине. То есть вот, не вот так вот, а вот так. Вот, видно. Царапина длинная, блин. И цвет автомобиля яркий, дает классно понять, что здесь произошло. Все, кто работал с корректором, то есть замазывали ошибки в какой-то тетради. Вот это тот же самый принцип. Никаких особо умений, знаний, навыков здесь не надо. Просто вот так вот берем, нажимаем. И жидкость он нам дает сам. Посмотрим, как он хорошо справится с этим всем. Так, ну здесь я более-менее заделал. Здесь пока вытирать ничего не буду. Давайте вот с этим еще попробуем. Здесь просто царапина. Если здесь уже видно, что где-то нет украски, то здесь еще просто царапина. Здесь еще можно поколдовать. Вот, смотрите, как неплохо получается. Да, я просто провожу. Он заливает царапину жидкостью. И получается просто такой, как будто лак. Смотрите, как неплохо получилось. Где была царапина, ее уже просто не видно. И нужно теперь время, чтобы подождать. Потом взять тряпочку. Я уже не буду делать так, как в предыдущем видеоролике. Просто вытирать. Я немножко подожду. Потом возьму вот такую вот обычную бумагу. И просто все это аккуратно. И лишнее уберу. Справилась со своей проблемой. Таким корочкой лака оно покрылось. Поэтому, ну, в принципе, неплохо. В принципе, меня радует этот результат. Поскольку автомобиль светлее, цвет светлее. И это немножко по-другому смотрится, чем на предыдущем ролике. Вот такой вот маркер у нас. Круто справился. Он, в принципе, мне нравится. Теперь мы будем ждать. И потом пройдет буквально пару часов. Мы сделаем. То есть, попробуем его заполировать уже какой-нибудь тряпкой. Или просто вот бумажкой. Если вам понравился, друзья, этот видеоролик, ставьте лайк. Переходите на предыдущие видеоролики. Смотрите обязательно. Там тоже очень крутой ролик. Где мы разбирались с кузовом автомобиля. То есть, замазывали вот таким вот маркером царапины на металле автомобиля. Поэтому, друзья, делитесь видеороликом. Подписывайтесь на канал. И ждите новых видео. Всем пока.